Да, Крым — это большие-большие тайны, поэтому поколение за поколением уничтожается. Прошло 50 лет. Надо уничтожить. Хватит. Хватит жить. Вы уже много чего видели, много знаете. Мало ли где кто чего нарыл, какие легенды, какие настоячности. И, пожалуйте, на выход. Крым — плавучий остров. Он соединен перешейком, перекоп. Перекопали, соединили. Это остров. Присоединили к материку. Вы можете возражать, это же никак меня не затронет, а вам ума не прибавит. Правильно, друзья? Я смотрю, иногда некоторые возражают, потому что от незнания. А незнание несет вам все ваши беды. Что бы кто ни говорил. В принципе, все понятно, что остров, он похож на остров, но не просто остров. Ведь этот остров не имеет корней. Он может оторваться и лететь, как тот самый ковчег. Ковчег. А раз ковчег, там есть алтарь, там есть основы жизни в этом ковчеге. Внизу, под остров, может войти подводная лодка. Она может войти в одном месте, а выйти в другом. Говорят, что внутри, прямо в Крыму, как в губке, есть огромные тоннели, по которым идет подводная лодка. Но она, извините меня, должна идти по воде. Поэтому не туннели, а проходы там внизу под Крымом и подводные лодки совершенно подныривают спокойно и проходят дальше. Где-то есть пещеры, куда выходит состав подводной лодки и выходит на поверхность. Такое было уже и не один раз. Ну, говорят, что видели, только видели убитого итальянца. Ну, так говорят, что итальянцы. Но, друзья, это же такая болтамня, может быть, о которой мы не знаем, почему итальянцы привет привезли кому-то или что. Мы не знаем, кто пользуется этим проходом. Мы знаем только, что это есть и это было. Что касается Крыма и его обитателей. То здесь, друзья, интересная история. Постоянно обитатели Крыма меняют. Для того, чтобы кто-то что-то помнит, чтобы он дальше не перенес и не пронес, никому-то не рассказал. Помните то великое переселение из Крыма в 1944 году? Ну, татары, предатели. Предатели чего? Что они предали? Вот вы подумайте, что они предали, татары. А немцы, российские немцы, по-волжски, якобы. Но они не были по-волжскими, они были крымскими. Что они предали? Их тоже выселили. Из одной феодосии. Выселили, вернее, с окрестности. 60 тысяч немцев было отправлено неизвестно куда. Вы что думаете, они все доехали куда-то? Нет. Часть из них в море, на баржах потопили. Часть высадили в Сибири, в Холодной. Чтобы погибли. Ну, часть до Казахстана. Вот кому повезло, а это, может быть, четвертая часть из всех отправленных из Крыма, им повезло. Их высадили в Казахстане. Да, они выжили. Все остальные погибли. А где итальянцы, которые жили в Крыму? Большим количеством. А где болгары? А где греки? Караимы куда делись? Где караимы? Ау! Куда их свет раскидал? Это была политика Сталина. Он всех уничтожал в Крыму и всех отправлял куда-то. Чтобы только памяти не осталось о том, что делали до войны и во время войны. О том, какие где строились лаборатории. О том, что происходило в Крыму. О том, какая гора, в какой горе есть лаборатории. Где есть секреты. Чтобы этого всего никто не помнил, выселили весь Крым. Осталось очень мало людей. Немного каких-то русских остались. Которые... Ну, кто-то должен был коровы дать, в конце концов. И молоко приносить, да? А Крым начали заселять... Вы смотрите, какое время я вам называю. 1944-й. Выселение Крыма. А Крым начали заселять в 1956 году. Это были первые поселенцы в Крыму. Их брали в лагерях. В основном бандитов брали. Нет, не политических, а именно бандитов брали. И привозили в Крым на поселение. Но, конечно, они же не будут хорошо общаться с местными жителями. Они будут бандитствовать, воровать, забирать яйки. И, как это немцы говорили, да, так же точно и российские бандиты-зэки. Которые это были просто банды, которые сидели в тюрьмах, а потом их переселили в Крым. Это были первые поселенцы. Я к тому, друзья. Это кто у нас коренной крымчанин? Знай свою историю, человек. И не думай, что все так просто. Что никто об этом не узнает. В 1958 году начался основной заезд. Вот это и были теперь уже коренные жители Крыма. Они говорят, что они здесь жили всю жизнь. Есть. Есть люди, небольшое количество, которые жили всю жизнь. Но они помалкивают о том, что было. Потому что то, что было действительно в Крыму, друзья, никогда истории об этом не узнают. Это все покрыто большой тайной. Кто вам откроет эти тайны? О том, что Крым – это остров. О том, что постоянно туда подходили подлодки из других стран. Но мы же вроде бы были закордонными такими. У нас был железный занавес. А по воде. Приехал в Крым на отдых. Сел в подводную лодку. Свозили тебя в Италию. Вернулся через месяц. Якобы ты был в Крыму. Вернулся из Италии. Также сел в подводную лодку, вернее. И из этой подводной лодки выбрался через люк. Через дорожку, через пещеры на самом деле. И пришел на работу и сказал, на работе в ЦК. Ах, как я хорошо отдыхал в Крыму. А у тебя вещи какие шикарные. Да это так, на рынке, на барахолке купил случайно. Вот так было в советское время. А вы думали, что... Да, Крыму это большие-большие тайны. Поэтому поколение за поколением уничтожается. Прошло 50 лет. Надо уничтожить. Хватит. Хватит жить. Вы уже много чего видели, много знаете. Мало ли где кто чего нарыл. Какие легенды, какие настоячности. И пожалуйте на выход. Не только свящая. Нет, вещи можете оставить. Вы все равно никуда не доедете. Такая ситуация, друзья, когда меняют людей. Меняют поколение. А люди этого не видят. Но стадии, когда корову уводят на убой. Разве видно другим коровам? Ну, помычали, погоревали пару часов. И тут же забыли. И так же и люди. Все то же самое. В Библии же все написано, что это агнцы Божьи. Вот эти агнцы Божьи. Головы нет. Размышлять памяти тоже нет. Такая казуистика, друзья. Такая ситуация не очень-то, конечно, приятная. О ней слушать? Вы можете ее слушать. Я вас не призываю слушать. Я рассказываю историю. Знает человек свою историю. Там будете вы верить или нет. Но мне это абсолютно ведь. Все равно я рассказываю для тех, кто хочет услышать историю. В Крыму очень много пещер, которые оборудованы были и Сталином, и Берием. Там много продуктов, много вещей, которые сохранились с того времени добротных. Да, расскажу в следующем ролике о человеке, который до конца 90-х пользовался одной такой пещерой. Он был немцами оставленной. Просто небелейшие, чистейшие, крепчайшие, толстые и консервы. Он 90-й не голодал. Он питался и жил из той пещеры, которую нашел. Но никому он не сказал об этой пещере. Он ушел на тот свет, но не сказал никому об этой пещере. У пещер есть свои хранители. Они просто так не оставляют. Таких людей кому-то помогают, но кого-то отправляют на тот свет. Так что берегитесь пещер Крыма. Я Таня Карацуба, Сиинбурган, 9 августа.